Вот. И в двух словах, там, основная все-таки, вот то, что чисто исторически, основная, вот когда вот возникла вообще революция, вот в восстании, все эти движения, это было во Фландии. Не в Голландии. Девочки, вы думаете, я так помню всю их географию? Пойдется вам опять какую-то карту показать. Давайте сейчас я этот сам, может быть, вам тогда найду. Потому что я хотел вам в двух словах, можно сказать, это что я нашел. Значит, мельницы, для чего вы думаете, как мельницы вырвали Голландию вперед? Ветряки. Я вас спрошу, а потом отвечу. Ответ неожиданный может оказаться. Я не знаю, может вы это... Ну, они очень здорово помогли. Мельницы в основном это были для откачки воды перед дамами. Это да. А еще? Это очень здорово помогло. Все, я перехожу. Я уже понял, что мне надо говорить. Мельницы способствовали развитию моей рекламы. Я вам уже набег ты. Все, сдаетесь, можно продолжать? Ну, понятно. Благодаря мельницам Голландия стала королевой Мари. Продолжить? Вот. Сдаетесь? Ну, я продолжу. Вот. Благодаря мельницам королевы Малей, значит, это... Значит, так. Ну, мельницы, это что были? Это, грубо говоря, давали с каждой... Это основных источников энергии был. Да, да. Но электричества еще не было. Электричества не было. У них есть, конечно, там торф, но это, торф, знаете, это не самое лучшее, не самое лучшее топливо. Ну, хорошо. Давайте я вам скажу. Вот, этот самый, поэтому, значит... Вы вообще близко, вы правильным направлением, как говорится, думать. Ну, ну, все, давайте. Я уже чешусь. Лесопилка. Они изобрели распиливание досок с помощью мерничного привода. Поэтому это как источник передачи энергии. Да, да, да. И, короче говоря, поскольку у них в строении корабля распилить доски это самая тяжелая операция, поскольку они научились быстро распиливать доски, из бревен делать доски, то их корабли, они были относительно... Они могли их много построить. Уже на очень раннем этапе Голландия обеспечивала половину заморской торговли Европы или всего мира даже. И это было на раннем этапе. Я думаю, что может быть еще до того, как они освободились от Испании. Или где-то в этих... Я вам прислал. Я же вам e-mail даже присылал. Надо посмотреть. Вот. Вот экономика все-таки их подняла. То есть, у них был огромный флот, который перевозил половину, половину мировой торговли. Это трудно даже вообразить, какой огромный масштаб. И, соответственно, денег у них стало много. Потому что флот был большой. Значит так, одну минуту. Я сейчас вам покажу этот самый. Так. Share screen. Да. О. Значит, ну и показывайте указателем этой мышкой что-нибудь. да. Вот. Фишка это здесь, значит. Ну, я вижу вашу памятник. Вот. Видите, значит, вот было создание, когда они создали как бы вот союз, утрецкий союз. Идея, это вот было все как бы это самое вот голубое. Да. Вот. Основное это вот было сделано вот про банд, где вот это самое показываю. И фандрия. Это были, да, вот Голландия, это вот здесь вот собственно Голландия. Да. Вот. Вот. Ну, в ответ на это там были созданы эти самые так называемые так цитарасы, где они так сказать, взяли про испанскую позицию мертвого. Вот. Но центром всегда вот было восстание, это были здесь барабанта Фландрия. Особенность в чем, что для испанской армии несравнимо легче было захватить именно вот эти территории. То есть ровные поля, так сказать, равнины, все. Что здесь? Здесь вот всевозможны вот эти это дамбы, поды, каналы и так далее. Испанская кавалерия, ну, не слишком могла развернуться. Ага. И поэтому ему удалось отверстили. Плюс, да, плюс флот еще, тоже голландский, который очень хорошо здесь действовал. С флотом вообще получилась просто история. Не забывай, что Испания, она не только воевала, не только в Нидерландах, ну, например, она воевала с Османской империей на земном море. Была вот как раз, что произошло, каким образом они смогли захватить, то есть, когда вот началось восстание, значит, больше, то есть, началось восстание, были, они были поддержаны из протестантских княжеств в Германии, вот здесь, вот, они вторгались, побежали, вот это, дворяне, часть, часть дворян из этих территорий, они бежали, соответственно, бежали на море, устраивали, именно занялись пиратством. Вот, ну, конечно, испанцы бы с ними справились, но тут одно но, большей частью, почти весь испанский флот был отознан в Средиземное море для того, чтобы воевать с Османской империей, битвы при Липарке. Вот, ну, в принципе, вот эти самые гезы в какой-то момент они залили город, и потом, когда там не было никого, не было испанских войск, а потом мы сказали, а почему нам не остаться? И вот таким образом они остались в Голландии. Кстати, собственно, Амстердам, он был, вот именно Амстердам, он был самый происпанский, он дольше всех держался. Испанцы заняли его, то есть, его Голландия заняли его одним из последних. Там вот осталась, кстати, осталась очень влиятельная католическая община. Довольно такая. Потому что всех остальных, кальвинисты, они, так сказать, практически все основное население, они обращали в кальвинист. Амстердам, поскольку был под испанцами, под испанцами, там осталась католическая община. Именно там было по этому поводу терпимость, религиозная, и поэтому там были приняты евреи. А что касается центра, всегда центром это были вот это знаменитый Отверпин, Брюгер, говоря про, собственно, Брюссель и так далее. Это вот в принципе вот это вот и есть, вот это вот историк, как и что, как получилось. То есть, вот за эти вот там несколько лет, вот, там еще одна особенность, именно потому что Испания, она перенапряглась, они объявили банкротство. Испания объявила банкротство, да? А что это значит объявление, в чем выражалось объявление банкротства? Что они не будут выплачивать займы. Займы, которые частным, у частных лиц они брали. Да. Кстати, тогда это самое, вот, были в свое время знаменитые, флугеры, вот это немецкие, банкиры, основном вот это большая часть, начальник, первоначально они были связаны, Испания связана была с южно-немецкими городами. Вот. В принципе, они все вот эти банкротства, в принципе, разорили их всех. Немецкие города разорили. Немецкие города, немецких банкиров и прочее. Тогда Испания переключилась на, то есть у них были взаимодействия именно с Генуей. Генуей стала вот основными банкирами. Ну, после объявления Баткросска, кто же захочет тебе деньги давать? Ну, знаете, с другой стороны, вот, кстати, вот испанские владения. Это только если ты его, если ты приведешь туда полк солдат и скажешь, ты знаешь, я нуждаюсь в деньгах. Видимо, так они и сделали. Там, наверное, войска испанские стояли, да, у тех, у кого они занимали деньги. Нет, нет, Генуя была в этом плане очень... Подождите, вы же показали Италию, там Генуя северная, да, она не входила? Зеленая область, это была под власть Испании? Нет, Генуя не была под власть Испании, но она была с ней тесно связана. Как-то быстро ушла вот эта карта, я не успел ее глянуть. С зеленым цветом, да, там. Ну, ладно. Сейчас я покажу, вот она. Она не входила в состав Испании, но... А где, а покажите, где Генуя, это северная Италия, да? Это вот, вот она, вот здесь, вот видите где, где стрелочка, вот тут. Но, кстати, она владела Корсикой, вот это вот. Но не надо забывать, генуэзские банкиры, они как раз очень удобны, они как раз через них проходили вот этот самый серебряный флот. И они уже знали, как действовать. А я плохо понимаю. Испания же эти деньги получала из Америки, ну, в смысле, серебро. Или что, я вот забыл. Но Испания, да, получала, там была доля короны, по-моему, порядка 20%, по-моему, стандартная. Остальное просто вот эти частные люди. Да, 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 потом значительная часть денег должны были как бы заплатить кредиторам. Кредит тогда был довольно высокий уровень. Сейчас, может быть, еще постараюсь найти эти самые карты. Кто-то обогатился. Подождите, а кто же обогатился? Куда же действительно основная основная прибыль шла тем, кто снаряжал корабли, да, в Америку, видимо. Так что, генуэз, там же, эти... Генуэзские банкиры, те, кто продавал, те, кто продавал, это самое, Испании всевозможные товары. Вот, в частности, вот, вот были все испанские Нидерланды, вот, собственно, образовались Нидерланды, что оранжевое. вся остальная территория, вот, когда это они были, когда они воевали, это было под властью Испании. Это были валили... Я могу подозревать, поскольку уже Нидерланды, уже в тот период, да, уже имели большой торговый флот, да, или я ошибаюсь? Да, да, да. То есть, они имели торговый флот, пусть 20% денег шло испанской короне, да, но большая часть денег шла им, да, и они стали богатыми. Нет, они потом, голландцы очень хорошо, они, голландцы тоже торговали, когда будет перемирие, они торговали с Испанией. Ну, понятно. Вот. А Генуя участвовала в снаряжении, где-то мелькнула, по-моему, в каких-то местах, которые я смотрел, что чуть ли не Генуя в страховании участвовала. Да, 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 они были, это самое, они очень много участвовали. Кстати, одна из тех стран, которые, в общем, сильно-сильно недооценивают, в общем-то, в развитии экономики, вот, и вообще. Ну, да. И когда их расцвет, а потом центр тяжести, у них был несколько период расцвета, он был период где-то в 14 веке. Да. Вот. И когда он, когда заказал... Был период расцвета, вот, конец 16, начало 17 века, и так далее. Были периоды... А потом уже, когда расцвела Голландия, по-моему, там как раз начался постепенно спад, да? Крайне мере, в этой немецкой книжке, которую я вам прислал, вы еще ее не успели? Что? Еще этот самый... Нет, еще не успел. Нет, автора вот этого, который славит евреев, я не знаю, он славит их или завидует им. Вот. Так он пишет, что Генуя стала идти вниз, вот, когда после освобождения Нидерландов, вот, в Северной Европе... Нет, после как раз освобождения Нидерландов, как раз они стали основными кризисами... что вот сразу после, я говорю, там, сто лет, когда в Нидерландах начался расцвет большой, да? То в эти сто лет Генуя вроде бы стала идти вниз, по его утверждению. Вот, вот, например, вот это, вот в конце их ситуации, скажем, в конце 15-го, в 1400-м году. Вот Генуя, собственно, их территории. Видите, они и в Крыму там и так далее. Может быть, торговля с Индией, да, шла полусухопутным путем через Аравийский полуостров? Там это, нет, там через море, через Египет, но там были еще у них проблемы с этими самыми, с Венецией, которые тоже, у них они очень много... А что значит через Египет? Там что, перетаскивали? Нет, по морю. по морю? Подождите, секундочку. Суэцкого канала там же еще не было? Ну да, но там как раз перетаскивали. Но это не проблема перетаскивать. Вот это был путь, да, не в обход Африки, да, а вот так перетащить до Красного моря? Да. Ага. Вот это был путь. Путь этот самый был, конечно, сухопутный. Видите, вот там, где они влияют очень сильно на разные страны. Ну да, то есть Индии здесь нет. Первое влияние у них было очень большое, да. Особенно видите, Западное Средиземное море они господствовали. Так подождите, все-таки в Индию не было массового влияния на Индию. Связи с Индией массовой такой, массивной не было, да? Нет. То есть связь с Индией это уже действительно когда развилось мореходство и в обход Африки стали идти или что? Да, вот видите, вот это вот, то, что в этой геннадской крепости вот должны знать это в Судаке, в Крыму. Вот. Это геннадца построили. Да. Да. Вот. А она, вот видите, вот тут вот даже этот самый, видите, вот тут даже название Золотой геннадский банкиров. вот. То есть, опять же, экономически они процвели за счет того, что они... Не забывать, что Колумбом было с Генуей тоже. А. То есть, мореплавание там было развито, да? Да, да, оно было такое средиземноморское, и оно шло еще по Атлантическому океану к Северной Европе, что ли? Опять я забыл, что было. Да, 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 они вышли, то есть, вот, видите, вот я подчеркиваю. Вы быстро читаете. Александр, у меня маленький комментарий к вашему способу изложения. Вы быстро читаете, вы говорите читателю, вот посмотри там-то. А я медленно читаю, у меня глазки слабые. Мне нужно словами, словами, чтобы человек там какую-то коридную фразу вслух произносит. Да. Вот. Видите, что произошло? То есть, это на какой момент они были оккупированы французами. Вот здесь, вот то, что я подчеркиваю, одна из очень крупных семей аристократических, они, грубо говоря, связались с Карлом Пятым, оператором, для того, чтобы, что, выкинуть французов и восстановить независимость. И вот они тогда сделали первый заем. И вот тут вот, видите, сказано, много аристократических семей. А, то есть, они поддерживали Францию, они поддерживали Испанию, чтобы противостоять Франции, я понял. Ну да, поскольку, в общем-то, они становятся ближе. То есть, не чисто, только ради денег, а чтобы иметь независимость большой степени. Да. Вот. И торговали, короче, связали Европу, Средиземноморье, а Черное море, я даже не знаю, зачем им нужно было. Рыбы, наверное, там было довольно много, в свое время. Что им давал Крым вообще? Что-то у вас опять интернет. Не знаю, слышите ли вы меня, а у вас вот, 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 ну хорошо. появились. Это параграф, вы видите его, да? А, нет, ваш скриншеринг остановился. А, все. Вы же пропадали? Вот, все, сейчас, видите, вот то, что подчеркиваю. я медленно читаю, вы должны две фразы лучше говорить, чем целый абзац, подчеркиваю. Вот. Две фразы, вы можете сказать по этому абзацу? Да не могу я так сказать. Открытие банковского консорства началось с банкротства испанского в 1557 году. Я понял. И что это подорвало несколько баллов. Германские банкиры, они дали вот эту систему, и, то есть, кредит и регулярный доход. Подождите, а интересно, может, Испания отдала, я медленно читаю, может, Испания отдала какое-то обеспечение хорошее под этот кредит? Они все вот эти вот самые передачи американского серебра из Америки, да, они переходили быстро из Сибири к Генуи. Ага. Вот. И участие геновской банки Сибири Генуи. То есть, грубо говоря, Испания взяла залог под будущее поставки серебра, да? Ну, да, и фактически, вот он, в частности, вот маркиз Спинова, генуэзский, он вел армию для того, чтобы воевала вот против в Голландии. Ага. То есть, они были настоящими друзьями с Испанией. Я понял. Ну, да. Ну, хорошо. Очень интересные странички истории вы нам открываете. Спасибо. Вот. Мы, конечно, очень не любили это самое Франция. Она в какой-то момент там их там бордировала, обстреливала. Вот. Ну, это... Я просто к чему, что вот это... Говорю, что история, реальная история, это... вот. Ну, хорошо, спасибо. Мне очень-очень интересно, если вы сможете эту книжку немецкого автора о роли евреев в становлении капитализма в Европе. Кстати, из всех итальянских государств это была одна из... Генуэз была наиболее враждебна по отношению к евреям настроена. Ну, да, подождите, гетто там, это там было, да? Не-не, гетто это Венеция. А, я... переписли. Вот, Венеция как раз одна из самых. А именно туда они, в общем, они почти не пускали это самое евреев. Понятно. Во все эпохи или в... Ну, я имею в виду никогда уже там в 19-м веке. но были же более ранние эпохи. А более ранние они, в общем, они особо не пускали. Когда уже наполинанские войны, когда они там были присоединены к Савой, вот это вот, которая объединила вот Пьемонт, точнее, к Пьемонту, который объединил это самое уже Италию, да, конечно, там после этого уже это было... евреи там были. А в общем-то это они очень-очень пока были независимы, в общем-то, это были. То есть, когда Испания была мусульманская, еврейская, они мало с ней имели дело. И даже после, даже когда... Но мне интересно вот в этот ранний период, когда... В ранний нет, это они, в общем, они были очень-очень настроены антиеврейски всю историю. Вражден... Не-не, вообще, ну, Испания была мусульманская, они, наверное, к ней вообще были... А, нет, они торговали со всеми. Да, они там это самое, в какой-то торговали, в какой-то момент занимались пиратством. Гена тоже занималась пиратством? Все занимались. Интересно. Ну, пиратство это был как бы элемент войны просто, да, или что? Это один из элементов, так сказать, зарабатывания денег. Ну, как бы, когда государство занимается... Или это не связано было с политикой? Это не было официально... Ну, что ли, государство обычно не занимается... Были пиратские все время, пиратские республики. Кстати, вот... государство могло положительно смотреть, что вот... Они могли в данном случае... Против наших врагов пиратских. Да, то есть, это они, то есть, когда там игрули частные компании, как и викинги, то есть, вот набеги викингов в основном это были частные. То есть, но бывали, конечно, случаи, когда, скажем, Дания, датский флот, там, завоевывали Англию, это одно, но в основном набеги как викингов это были, это частные, там никто не имел. Почему-то говорят, что они, викинги, девушек искали по всей Европе. Собиралась, команда юношек, вот, но там все, что угодно. И искать девушек в Европу командой и увозили с собой. Вот. Кстати, вот просто для справки, вот сейчас вот мы говорим вот эти вот объединенные Арабские Эмираты. Да, да. Сейчас, а в свое время это называлось, это место называлось это самое пиратским великом. Интересно. Просто для справки. Интересно. А какие пираты, из каких, какого происхождения пираты там? Местные, арабские. Арабские пираты, да? Да. Но это потом уже там это все, так сказать, подавило пиратство, но это было сильно после. А до этого? Кто подавил, я прослушал. Англия. Англия подавила. Великанская империя, да. А до этого они пиратствовали на вот этих коммуникациях между Европой и Индией, да, получается? Ну, вот в основном, да. Там это. Ага. Между Европой и Индией пиратствовали. Ну, понятно. Александр, мои ресурсы тоже сегодня такие не нужно. Да, давайте это самое. Давайте закончим. Значит, ну, давай тогда следующее это самое. Когда у нас будет следующее? В воскресенье? Или? Ну, можем, как всегда. Можно встречаться просто чуть-чуть там, без особого доклада. Или вы, или у вас какой-то замысел? Нет, пока замысла нет. Вот, если можете поговорить с Борисом, вот, по поводу вот этих, какие возможные это самое. Ну, хорошо, хорошо. Все, тогда будем знать, что гены, у меня, как бы, такое, концептуально. Они торговали в этом районе, а когда кроссатлантическая или торговля уже вокруг Африки, когда мореплавание продвинулось, уже они ушли со своих первых позиций. Ну, да, у них были связи именно с Испанией. Вот это вот новое мореплавание, может, они не освоили, а? За океанское мореплавание. Нет. Во-первых, все-таки у них не было выхода в Атлантику. Ну, почему? Так, они как бы не разрешали им плыть через... Просто это далеко было. Ну, это далеко... Нет. Потом меня забывали... Не-не-не, у них был выход. Подождите, даже на этой карте есть выход в Европу, на той, которая выше. Там выход в Европу был. но... Прошу прощения, он вышел туда, в Марокко, в Марокко, Не-не-не, на север Европы. На север Европы. А, ну да. Да, это было, но вы забываете, это вдоль побережья. Вдоль берегов. Я говорю, кросс-атлантического мореплавания, у них не было видно этих кораблей. У них не было кораблей. У них были галеры, которые для Селесемного моря очень подходят. Да, да. У них просто не было флота кросс-атлантического флота. Да. Потому что так они, в общем-то, в спокойных водах, да, они все это могли хорошо. А так это... А вот как раз Аглия, которые там очень сильные бури и так далее, в Атлантике, они смогли построить. В какой-то степени могла Испания. Ну да. Вот. У которых тоже есть выход в Атлантику. Ну да. А вот Генуэ... Генуэ ограничилась этим районом. И когда этот район экономически стал менее значимым, то их значимость, мне кажется, постепенно началась снижаться. Ну да. Ну, видите, крупными москами. Я люблю подытаживать крупными москами. Ну вот, да. Хорошо. Вон. Ну все, надо, похоже, мне уже надо... Глазки закрываются уже. Да, все, хорошо. Спасибо, спасибо вам большое. Все, все, сейчас... Заканчиваем. Счастливо. Да.